7 июня приказом министра внутренних дел введены новые правила подготовки автолюбителей. То есть чуть больше месяца в Казахстане действует новшество, которое позволяет человеку, желающему сесть за руль, обучиться самостоятельно. Изучив теорию и попрактиковавшись в езде, гражданин может отправиться в автоцон. Если претендент проходит теоретический экзамен, экзамен по вождению на специальном автомобиле, то он получает права и без справки о прохождении обучения в автошколе. Что послужило причиной новой нормы, изменились ли требования к будущим водителям и, конечно, что происходит на рынке частных автошкол. Вот об этом мы сегодня и будем говорить и со мной в студии. Начальник управления комитета административной полиции МВД Мурат Иманбаев. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте. Владелец автошколы АМГ, преподаватель специальных дисциплин Астана-ЛРТ Ермек Жунисов. Добрый день. И эксперт департамента логистики и перевозок палаты предпринимателей Атамикен Мурат Амрин. Чуть позднее по скайпу из Алматы к нам присоединится председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков. Добрый день, гости. Ну что ж, у меня первый вопрос, конечно, к владельцу автошколы. Скажите, пожалуйста, действительно автошколы сейчас становятся невостребованными? Ну, по крайней мере, в средствах массовой информации очень много новостей о том, что школы, автошколы закрываются. Так ли это? Ну, в самом деле, я не знаю, как в других школах, но в нашей школе действительно стало меньше людей. Потому что, ну, знаете, сейчас так получается, не все люди услышали этот новый закон. Возможно, это тоже. Ну, по инерции некоторые люди идут сами по себе, потому что кому-то это надо. А те, которые считают, что это не надо, я пойду сам могу сдавать. Ну, может быть. Ну, вот если четко, да, по количеству наверняка вы отслеживаете. То есть было вот посещение там 30 в месяц, а сейчас стало 15. Спад на 50%. Можно такую статистику? Да, вот 15-й год, допустим, 14-й год, вот июнь месяц значительно меньше стало. Если вот за полгода мы набирали около 15, например, групп, да, сейчас уже где-то 8, где-то от сил 9 групп. И наверняка люди еще не знают о том, что они могут в принципе самостоятельно обучаться, но поэтому по инерции к вам пока идут. Наверное, да. Но хотя есть люди, которые идут уже имея права водительская. Ну, потому что, ну, это, скорее всего, после попадания ДТП или какой-то страх у них есть. Ну, такие люди, но их мало. Вы знаете, мы сегодня запустили опрос пользователей в сети Facebook и задали такой вопрос. Нужны ли в Казахстане автошколы? Три варианта ответа. Да, конечно, нужно проходить обучение в автошколе. Считай, что можно учиться самостоятельно, издавать экзамены в автоционе. И нет, зачем, все равно все покупают права. Вот это голосование еще идет, продолжается, и в конце программы мы узнаем с вами результаты. Я думаю, они будут интересными. Но я также, Мурат, я к вам хочу обратиться, к представителю палаты предпринимателей Атамикен. Я знаю, что к вам сегодня уже поступают обращения владельцев автошкол с тем, чтобы вы обратили внимание на эту проблему. Да, в Национальную палату предпринимателей Атамикен поступает коллективное обращение от предпринимателей, также индивидуальные частные компании, которые оказывают услуги по обучению водителей. Вопросов очень много касательно самоподготовки. Поступают они, как сказать, в неделю, могут даже как одно обращение поступать. И компании, они как бы против данной нормы ведения самоподготовки. Около 1 тысячи компаний, и на данный момент около 40%, ну, ориентируюсь, где-то 40-30% у них на грани банкротства. То есть у вас есть такая статистика, сейчас частные автошколы закроются, и, в принципе, это бизнес закроется, а это же, собственно говоря, доход для многих людей. Да. Поскольку компании, вернее, люди, которые хотят обучиться после этой нормы, они перестали ходить в автошколы. Как говорили, 30 человек в группе набирали, сейчас набирают максимально 10-15 человек. Скажите, пожалуйста, если обращения стали поступать только сейчас, или до того момента, как эта норма стала только обсуждаться, и были ли предприняты Атамикеном какие-то меры для того, чтобы защитить бизнес? Ну, я так понимаю, это же ваша главная тема. Да, к нам поступали обращения от предпринимателей до вступления нормы в силу. Мы неоднократно писали в комитет административной полиции, что введение данной нормы приведет к осложнению введения бизнеса, малого и среднего бизнеса. И мы просили более детально изучить этот вопрос, провести совещание на уровне отраслевых ассоциаций, учебных центров и заинтересованных госорганами. Понятно. Мурат, подскажите, пожалуйста, в МВД изучали опыт других стран? Откуда, в принципе, вообще появилась вот эта норма? Какую страну взяли за опыт? Или, может быть, Казахстан первопроходится в этом вопросе? Нет, эта норма была введена в рамках проводимой в стране работы по снижению административных барьеров и упрощению разрешительных процедур. В этой связи МВД максимально сокращает все разрешительные процедуры и административные барьеры. Их очень много. Вот одно из самых таких обсуждаемых, которое затронуло все слои населения, это самоподготовка. Но многие тоже не обращают внимания, что этим же приказом утверждена положительная норма, которая позволяет всем гражданам республики получать водительское удостоверение, независимо от места регистрации, то есть в любом цоне. Ну, дословно, житель Астаны может получить водительское удостоверение в Алмаке и так далее. Мы рады смотреться. Это все понятно. Административные барьеры, у нас их много в государственных органах. Но тут вопрос достаточно щепетильный. Правильно? Эта система, она достаточно давно работает. У нас были в советское время ДОСААФы, которые обучали. У нас в школах детей обучали. 10-11 класс, 9-10, они получали права. Сейчас получается, ну, понятно, век интернета. Мы все сами самостоятельно обучаемся, даже не только, но и в вузах проходим дистанционное обучение. Но, тем не менее, видите, дорога – это вопрос безопасности наших граждан. Правильно? То есть, вот чем вы руководствовались все-таки? Хочу обратить внимание, что ранее тоже в приказе МВД существовала норма, касающаяся самостоятельной подготовки. Эта норма просто была возрождена. Но там соговорка, эта норма, конечно, существовала, она распространялась на граждан, проживающих в удаленных районах и так далее, чтобы не создавать им дополнительные барьеры. То есть, возвращаясь к тому, что говорилось, изучался ли опыт зарубежных стран. Да, изучался. Допустим, в Швейцарии, Швеции, Турции, Австралии, США индивидуальная подготовка и сдача теоретического и практического экзамена предусмотрена на все категории транспортных средств. Мы здесь не стали распространять эту норму на все категории, потому что понимаем, мы делим водителей на любителей, на водителей-профессионалов. В связи с этим мы посчитали, что достаточно будет ограничиться только водителям и любителям. Другие страны тоже можно приводить пример. Я понимаю, что многие слои населения затронуло, в принципе, и бизнес. То есть, получается, мы убираем одно, но дело в том, что мы же в последнее время очень большие акценты делаем на развитие малого и среднего бизнеса, правильно? Тут мы, когда период кризиса, мы берем и закрываем какую-то часть. Я хотел бы отметить, что все процедурно предусмотренные требования этот приказ прошел. На публичном обсуждении мы его разместили на сайте. Учли все замечания населения, в том числе направляли на согласование заинтересованные госорганы и в том числе в Национальную палату Атамикен. Мурат, вот у нас есть статистика по дорожно-транспортным происшествиям. Я прошу зрителям показать ее за последние пять лет. Ну, в принципе, наблюдается снижение по зарегистрированным, конечно, по количеству пострадавших, по количеству погибших. Не могу сказать, что это особо сильный процент снижения. Но, тем не менее, если мы возьмем, например, хотя бы четыре месяца 2016 года и четыре месяца 2015 года, мы вот увидим, в принципе, что произошло, зарегистрировано, точнее, правильно сказать, 5139 – это в 2015 году и 5038 – это в 2016 году. Ну, как бы не особо большая разница. Из них 90 человек в 2015 году погибли, и в 2016-м 94 человека погибли. Я бы хотела подключить к нашему разговору Эдуарда Идокова, который находится с нами на скайп-связи из Алматы. Эдуард, вы знаете, есть такое мнение о том, что ситуация на дорогах у нас ухудшится, если мы начнем выдавать, точнее, мы уже начали выдавать права в обход автошкол. Как вы считаете? Вы знаете, вот смотря сейчас на дороги нашей страны, когда фактически еще действовали все старые правила, и автошколы учили курсантов, мы с вами можем легко заметить, что уровень, скажем, такой правовой дисциплины, он крайне низок. Возьмите хоть наш город Алматы, возьмите Астану, я уж не говорю про Южный Казахстан, где всегда говорят, что там своя жизнь, свои правила. И вот смотрите, учитывая, что сейчас учили в автошколах, и такой уровень соблюдения правовой культуры, и соблюдения правил дорожного движения, то представьте, что же будет, если мы даже учить не будем. И сравнивать с опытом Швеции, да, или Швейцарии, это, ну, немножко, скажем так, со стороны МВД, ну, некорректно, да. Посмотрите уровень ДТП и уровень погибших в Швейцарии или Швеции, и сравните с Казахстаном, который чуть ли не первую десятку входит в стран, где люди гибнут, и где совершается количество ДТП огромное просто. И вот чтобы было немножко более понятно, я такую аналогию хотел бы привести. Вот представьте, что мы сейчас находимся на уровне, вот по правовой дисциплине, по соблюдению тех же правил, да, на уровне школьников средних классов, третьего, пятого класса. И вот представьте, вы приходите 1 сентября, и Мария Ивановна, преподаватель, говорит, ребята, вот вам учебники, в учебниках вопросы, 25 мая я жду вас на экзамен. И вот представьте, да, вот эти школьники, трех-пятиклассники, да, они будут учить, они будут заниматься все весь этот год. Или они придут в автоцом, и там столкнутся с тем, что нужно будет как-то решать эту проблему. Понимаете, в чем дело? Поэтому я считаю, что... Эдуард, у меня к вам вопрос. Простите, что я вас перебила. Я, то есть, хочу конкретного ответа услышать. То есть вы считаете, что сегодня по интернету или самостоятельно получить те знания, которые необходимы, автолюбителю, чтобы сесть за руль, недостаточно, и это невозможно сделать. Правильно? Я считаю, что не совсем так. Можно получить какие-то теоретические навыки, да, то есть выучить те же правила дорожного движения с помощью интернета, с помощью компьютерной программы, выучить тесты, сдать вопросы. Но, в первую очередь, знание инструктора автошколы, его практический опыт, его ничем нельзя. То есть вы его не выучите по интернету. Я первая, а практическое вождение так однозначно, никаким образом, в наших условиях, я думаю, что невозможно выучить, я не знаю, на компьютерной игре нефоспит. Это мое мнение такое. И у меня последний вопрос. Подскажите, вы каким-то образом будете отстаивать свою позицию? Может быть, к вам тоже поступают обращения, вы хотите написать какое-то письмо, я не знаю, в Министерство внутренних дел, возможно? Я принимал участие в организационном съезде Алмасенко-Ассоциации автошкол, и мы стараемся как-то поддерживать с ними связь. И я со своей стороны, как имя Независимого автомобильного союза, поддерживаю мнение автошкол, что автошколы нужны. Если в двух словах сказать, что автошколы нужны, теоретическая часть должна быть, точнее, она возможна к самостоятельному изучению, практически однозначно должна быть с инструкторами. Эдуард, спасибо вам огромное, спасибо, что присоединились к нам. А у меня тогда сразу вопрос к Ермику. Ремик, подскажите, пожалуйста, какие знания вы такие даете, которые не могут люди самостоятельно изучить? Вот, ну, понятно, вот смотрите, правила можно выучить, знаки можно выучить. Но я так понимаю, цель автошколы не только в этом. Не только в этом. Я согласен с Эдуардом. Конечно, ПДД, сейчас и в интернете много, пожалуйста, хоть российские там возьмите, но хотя есть небольшая разница, да, особенность российских правил, казахстанских. Ну, в любом случае, правила это международные, да, все-таки есть единые какие-то пункты. Ну, это не главное, понимаете, это нормативные акты какие-то, там, можно выучить, действительно. Или можно просто выучить какие-то цифры, или там, что запрещено, что разрешено. Но это не решает. В основном надо обучать основам безопасности движения. Как правильно управлять автомобилем в каких-то ситуациях, да, сложных, дорожных. Ну, естественно, вот с этим тоже, с Эдуардом я согласен, что практиковаться нужно именно профессионалам. Профессионалам. Но, к сожалению, конечно, в нашем государстве, вот сказали, около тысячи автошкол по Казахстану. И вряд ли там больше половины этих инструкторов специалисты. Это надо признать. Вот, поэтому в связи с этим, ну, пользуясь случаем, как говорится, да, я хотел бы обратиться. Вот представители МВД, вот Атам Микен, да, вообще надо выдавать сертификаты этим инструкторам. Хотя у нас в законе написано, что ассоциации должны выдавать. Ну, так называемая ассоциация, это видение нескольких автошкол, это всего лишь навсего бумага. Бумага в всю степень, да, можно написать, печатать, поставить, но а кто их знания будет проверить? Поэтому я, основная моя работа не заключается в автошколе, я работаю в центре квалификации работников транспорта, да, города Астаны. Через нас проходят практически все госорганы, да, представители даже дорожной полиции, они у нас проходят курсы и сдают экзамены. И что, вот, в итоге экзамены сдают все плохо, честно говоря. Даже водители автобусов, которые по 20-30 лет стажа, они практически не сдают экзамены. Вот мы как раз у Марата спросим, наверняка у вас есть уже статистика. Подскажите нам, пожалуйста, вот за месяц, писали, кстати, об огромном потоке в автоционах, сколько желающих сдать самостоятельно, и какие результаты наверняка у вас уже есть? Какой процент можно вывести, те, которые сдали, те, которые нет? Решите, я сначала отвечу на те. И высказывания, которые были, во-первых, хотел бы обратить внимание, что наш приказ не запрещает индивидуальную подготовку с инструктором. Пожалуйста, по воле и изъявлению гражданина он может пройти инструкцию. Мы даже рекомендуем приобрести опыт практического вождения с инструктором. Касательно сдачи экзамена, то он очень сложен. Мы на базе специализированного центра в Астане организовали пресс-тур для журналистов. Журналистам самим дали попробовать возможность сдать и теорию, и практику, и по итогам сдали всего трое. Не скажу, условно говоря, из 27 присутствующих. То есть более сложно. Я вас зависит, почему спросила, чем автошкола отличается просто от инструктора и вождения. Вот в автошколе, наверное, вы знаете, я так полагаю, что вы тоже учились в автошколе. У них есть такой специальный курс или несколько предметов, когда они обучают водителей, как нужно себя вести в каких-то экстремальных условиях. То есть если идет дождь или если гололед. Правильно? Вот просто. Понимаете? Я вам сразу хочу сказать, что теоретический экзамен, предусматривает, он разбит на 4 блока. Это 32 вопроса по правилам дорожного движения, 4 вопроса по основам безопасности дорожного движения, вот о чем говорится. Два вопроса на медподготовку и два вопроса на нормы законодательства, так скажем, ответственности и так далее. То есть получается чисто заучить теорию, то есть выучить ПДД, не получится. В любом случае необходимо будет изучать по медподготовке, по основам безопасности, то есть как себя повести в той или иной ситуации в зимний период, на заднеприводном, на переднеприводном автомобиле и так далее. То есть это придется учить, либо учить самому, либо учить инструктору. То есть я так полагаю, что правила, они все-таки не изменились, да? Они состоят из двух этапов. Это первая теория, вторая практика. Результаты можно нам все-таки озвучить? Да. Получается 7 июня по республике у нас обратилось 659 кандидатов-водителей. По результатам сдачи экзаменов и теоретического, и практического, выдано 61 водительское удостоверение, что в целом составляет 9,2% от общего количества обратившихся. Ну, грустная такая статистика. То есть много людей все-таки не сдают. Я к тому, что контроль по самоподготовке, он есть. Мы поэтому и привязались к специализированным центрам обслуживания населения, потому что там есть автоматический автодром. И для сдачи теоретического экзамена созданы все условия. И в теории, и в практике исключено вмешательство человека. Все принимает результаты и теоретического, и практического экзамена компьютера. Ну, автошколы у нас сегодня достаточно оснащены, чтобы конкурировать теперь с автоцоном или нет? Ну, нет, конечно. У нас таких оборудований, как в автоцоне, нет. Но у нас обычные компьютеры, обычная программа. Но эта программа – это как бы остаток советского правила дорожной движения. В этом году, насколько я знаю, компания, к сожалению, забыл, как называется, они выпустили новые эти билеты, которые, кстати, в автоцоне установлены уже. Они очень хорошие. Я посмотрел, но, правда, там очень много ошибок, я вам честно скажу. Там 1019, по-моему, вопросов. Не все я успел проверить, но там достаточно много ошибок допущенных. Ну, походу, это меняется будет, сказали. Да, мы будем отрабатывать, менять, конечно. И в старой программе тоже она десятилетиями отлаживалась. Здесь находили ошибки. Иногда курьезные случаи, когда и тот, и тот ответ верный, но фактически там было, предоставлялось правильным третий ответ и так далее. В процессе эксплуатации, в процессе тестирования этой системы мы будем выявлять. Конечно, если кандидат-водитель оспаривает, что он ответил правильно, потому что полностью выходит по всем вопросам распечатка, индивидуально можно подойти и выяснить, сбой программного обеспечения или это незнание правил дорожного движения. Мурат, у меня такой вопрос. Понятное дело, ни для кого не секрет. Мы все знаем о том, что у нас есть объявления в газетах и можно через знакомых. Тем не менее, мы боремся в стране с коррупцией, но мы прекрасно знаем о том, что у нас есть такие предложения на рынке, когда мы можем купить права за деньги. Скажите, пожалуйста, вот эта норма, она каким-то образом будет минимизировать коррупцию или нет? То есть, есть какая-то гарантия того, что… Ну, то есть, в любом случае, сейчас, ладно, хоть в автошколе. Кто-то даже, знаете, права покупал, но тем не менее, я так полагаю, в автошколу все равно шел на три месяца, понимал, не понимал, научился и, наверное, что-то там в голове откладывалось. Сейчас даже это не нужно. Многие, вот у меня сегодня кто-то говорит, из коллег, говорит, да, там вот два дня, 90 тысяч тенге и, собственно говоря, садись, и ты автолюбитель. Сейчас? Да. Сейчас невозможно, потому что, вот, коллега не даст соврать, у нас внедрена система автоматическая автошкола. Так. Она позволяет, не позволяет, а осуществляет контроль, то есть, человека записали в эту автошколу по фамилии, по имени, отчеству, ин, ввели данные, и она сама, эта программа автоматически отслеживает процесс обучения, процесс сдачи экзамена, теоретического, практического и так далее. То есть, обучение автошколе и какую-либо корректировку в этой программе произвести невозможно. Когда была введена система? Она работает уже с 2014 года. То есть, правда, жестко? Да. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, ну, рынок, да, понятное дело, норма введена, автошколам надо как-то выживать. Что у вас сейчас? Скидки, может быть? Я так полагаю, все равно же это не… Человек все равно может пойти в автошколу, обучиться. Для него это даже… Он быстрее сдаст этот экзамен, потому что, насколько я понимаю, у него всего лишь три попытки, да? И если он не сдает, то через полгода только. Правильно? Да, мы бы этим приказом предусмотрели три попытки на сдачу экзаменов, подчеркиваю, и теоретического, и практического. Если он не сдает, то на полгода не допускается дальнейшей сдачи экзаменов. Вот как автошколы сейчас будут вливаться в эти новые условия? Точнее, вы уже влились, но вам как-то подстроиться придется. Ну, мы влились, но я, честно говоря, особо только изменений пока не вижу, потому что времени пока мало прошло, да. Но мне, конечно, не очень-то понятно, вот почему мы выделили категории А и Б только любители. На дороге все должны быть, мне кажется, профессионалами. Все должны водители быть, как бы, под этим названием водитель, да? Ну, не будем повторяться, конечно, многое зависит от инструктора. Практическая часть кому-то, наверное, дается, кому-то не дается, но… То есть имеется теоретически, а практическая часть, конечно, это действительно нужно обучать профессионально. А что касается, снизилась ли оплата, у нас, наоборот, мы подняли цены. Ну, для чего? Ну, это маркетинговый ход, с одной стороны, тоже, да? Левый берег, там. Люди должны, как бы, у нас как принято, чем дороже, тем лучше думают люди, да? Может быть, такую политику… А, ну это вы свой маркетинговый ход выбрали в своей автошколе. Да, раз же людей меньше стало, теперь на цены повыше поднять. Мурат, вы хотели что-то добавить. У вас есть вообще предложения какие-нибудь от Амикена по нынешней ситуации? Как вы думаете? Ну, по обращению бизнеса, который поступает в Национальную палату, множество компаний, они, как бы, предусматривают скидки, но у них есть свои те издержки, которые они должны оплачивать за аренду помещения, за переоборудование автомобилей, там, зарплату водителей, инструкторов. И не все они, как бы, снижают эту… ну, как, ставят скидку. Потому что очень большие затраты, и они до этой нормы приобретали кредиты. И не все сейчас, как бы, дают скидки. — Сейчас есть автошколы, которые в достаточно тяжелом состоянии, ну, в плане того, что у них автокредит, им нужно что-то выплачивать. Ну, понятное дело, у всех там, наверное, я не знаю, 10-15 человек, да, работают инструкторов. Сколько у вас в этой школе обычно? — У нас не больше пяти, а шести. И есть люди, которые не каждый день работают, они по выходным. — Ну, есть компании, которые, как сказали, по самообучению перешли, сразу в ЦОН идут, и у них, как бы, объем работы снизился намного. И есть компании, которые сокращают людей, штат уменьшается, но основной вопрос, как бы, идет обеспечение безопасности дорожного движения. Там не стоимостное выражение получения прав, свидетельства, а главный вопрос — безопасность на дороге. — Скажите, пожалуйста, а вы какие будете меры со своей стороны? Точнее, что в ваших возможностях? — Ну, в настоящий момент уже норма принята. Мы, как бы, будем вести статистику, постараемся провести работу по изучению данной нормы, как повлияет в будущем в целом. — Ну, у меня последний вопрос к вам, да, Мурат? Скажите, пожалуйста, то есть, когда вы вводили Министерство внутренних дел, наверняка вы руководствовались тем, что, ну, есть какие-то, наверное, показатели, к которым вы хотите пройти, да? Будете ли вы вообще сейчас отслеживать безопасность на дорогах, следить? И возможно ли такое, что будут внесены либо изменения в этот приказ, либо он отменен? Это вообще реально? — У нас... — То есть, если вдруг, да, ДТП сейчас начнется, начнет расти? — У нас очень обширная статистика по ДТП. Мы тут ведем учет от времени суток, от стажа, от дорожного покрытия. Очень обширная. Она делит еще на нарушения конкретно по пунктам, по времени суток. То есть, статистика настолько обширная, что дополнить эту статистику еще одним пунктом, это в наших же интересах. Тем более, у нас ведется такая статистика, у нас допущено ДТП по вине водителей со стажем управления до одного года и со стажем управления до трех лет. То есть, мы эти пункты дополним по самоподготовке. Это однозначно мы будем отслеживать. — Мы будем отслеживать ситуацию. — Да, конечно, мы сами заинтересованы в этом, мы будем отслеживать. По результатам анализа, естественно, будем делать выводы, естественно, с привлечением экспертов и Атамикен обязательно. — Ну, давайте, наверное, озвучим теперь результаты нашего опроса. Я напомню, что сегодня в Фейсбуке мы спрашивали у пользователей, нужны ли в Казахстане автошколы. Задали три вопроса. Да, конечно, нужно проходить обучение в автошколе. И я вам скажу, что проголосовало 67% пользователей, то есть наши граждане бдительны из-за безопасности на дорогах. Считаю, что можно учиться самостоятельно и сдавать экзамены в автоционе 19%. И нет зачем, все равно все покупают права 15% наименьший показатель. Наверное, ваша система, Мурат, работает. Ну вот, это была программа «Рынки». Я напомню, мы сегодня говорили о новой норме, которая действует уже месяц, которая позволяет не ходить в автошколу, а готовиться и сдавать экзамен самостоятельно в автоционе. Я благодарю гостей. Спасибо, что вы пришли. Увидимся в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова